Привет всем, ребята. Биткоин отдают по 8,8 долларов, но BTC-E нужно срочно брать, вы не пожалеете. Лет через пять он точно станет дороже. Он будет стоить сотню долларов. Я сейчас здесь наблюдаю, как творится история. Биткоин сейчас стоит 111 долларов. Это all-time high, и он продолжает расти. Я видел, как он пробил максимум три раза сегодня, дошел до 110. Это самая высокая отметка, это невероятно. Последняя сделка. 189 биткоинов по 111 долларов. Блин, это невероятно, по-моему. Просто посмотрите на этот график. Вы видите этот график? Это последние три часа. Ну вот так и сейчас мы видим, биткоин пробивается снова выше 20 тысяч долларов. В который раз, ребята, да? В который раз мы это видим? Два года назад он уже штурмовал эти высоты, и эмоции были совершенно противоположные. Потому что в этот раз мы пробивались вниз, понимаете? И если когда-то 20 тысяч долларов за биток, это было нереально круто, просто мега супер дорого, неоправданно дорого даже, я бы сказал, вот здесь. Вот здесь, когда он стоил в том же году меньше тысячи. Или вот здесь, вот когда мы пробивали этот high почти два года назад, осенью 2020 года. Это было очень круто. Но сейчас, понимаете, как сменился нарратив? Сейчас это полный отстой. 20 тысяч долларов это уже что так мало? Мы же заходили по 69 серии. Вот. Поэтому тут надо понимать, что эмоции берут верх над разумом, и надо отделять эмоциональное от рационального. Поэтому погнали. Если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк, запампить подписочки и колокольчик. Вот. Значит, локальная картина. Ну, на 15 минутках, как мы уже с вами поняли, биткоин пампит. Но пока я это видео записываю, монтирую, через полчаса он уже, может быть, начнет дампить. Поэтому не удивлюсь. Тем не менее, хороший объем. Даже на 5 минутках. И вот эти вчерашние сквизы, о которых мы говорили, это, собственно, и было подтверждение того, что это дно. Потому что, смотрите, цену дампит. Но тут же здесь у кого-то стоит, у крупного игрока стоит тейк профит из шорта. Это рыночный тейк профит из шорта. И цена просто выпрыгивает, как мячик из-под воды. Потому что цену задампили туда, где огромное количество маркет-радеров сработало наверх. И после этого, что мы видим? Параболическое закругление. Дамы и господа. Но рано радоваться, скажете вы. Поэтому давайте посмотрим на 4-часовой таймфрейм. И поймем, не фейк ли это аут, не ложный ли это, как говорится, пробой чек. Потому что на 4-часовике еще как такового пробоя-то даже нет. Вот у нас есть нисходящее сопротивление, которое будет пробито только на уровне 2800 примерно. И мы сейчас как раз тестируем сетку AMA Ribbon на прочность 4-часовую. Тем не менее, паттерн двойное дно все-таки, похоже, у нас с вами отыгрывает. И вообще, я это сегодня наблюдал, глядя на эфир. Там еще более ярко выражено. Это вот эта вот конечная загогулина, такая конечный зигзаг. Когда мы упали, скорректировались от падения, скорректировались от коррекции. И все, готовы к развороту тренда. Типичная W. Вот. Но знаете, о чем хотел с вами поговорить? Что на самом деле большинство людей-то ждут локальный отскок. Нас уже так с вами запугали. Инфляцией, кризисом, геополитической ситуацией и прочим, прочим, прочим. Банкротством всех этих крупных ребят. Что мы уже с вами не верим в Туза Мун, а мы верим только в локальный отскок. Кто до 25 тысяч, кто до 29 или 30. И все ждут, что дальше мы пойдем обновлять ЛАИ и Туза Дно в дальнейший медвежий рынок. Но знаете, что? Вас это не смущает? Случайно. В телеге я сегодня делал пост и опрос. Кстати, подпишитесь обязательно к нам в Телеграм, чтобы не пропускать всю движуху. Собственно, пост был вот такой. То, о чем я вам сейчас сказал. Сейчас многие ждут локальный отскок и не верят в то, что это дно рыночного цикла. А ведь по всем параметрам очень похоже. И вот результаты опроса, как вы можете видеть. Почти 3000 человек уже проголосовало. Четверть считает, что дно пройдено и теперь только наверх. И три четверти считают, что нет, мы пойдем еще ниже. Ну, это как минимум то, с чем стоит считаться. Мнение большинства. А большинство, как мы знаем с вами, часто оказывается на обочине профита. Вот. Поэтому смотрите, что здесь происходит-то. На недельках у нас реально с вами картина, очень-очень идентичная предыдущим. У нас крест смерти, который обычно выступал индикатором абсолютного дна в предыдущих циклах. У нас суперперепроданный RSI. Причем, если быть откровенным, самый суперперепроданный RSI из всех этих трех. И у нас на Cypher, посмотрите, какая формация всегда была на дне рынка. Очень-очень характерная тоже. Три голубых горбика, нисходящих. И на каждом зеленая точка. После третьего было дно и начинался разворот тренда. Посмотрите, здесь то же самое. Вот так вот я поставлю, чтобы вам было видно. И здесь абсолютно то же самое сейчас. И вот как раз буквально, я не помню когда, чуть ли не вчера у нас с вами загорелась эта зеленая точка на третьем горбике. Поэтому выглядит это все невероятно идентично. И вопрос у меня к вам следующий. В этот раз все будет по-другому или все же история повторится? Потому что, еще раз вам хочу сказать, что все эти, вы посмотрите просто о чем говорят все заголовки новостные, все ютуберы, все блогеры, все-все-все-все-все-все. Просто все кошмарят, что мы входим в настоящий медвежий рынок и не будет уже никаких 100 тысяч и так далее. А вспомните себя и свой торговый план. Пифагор, кстати, только молодец. Вот он придерживается торгового плана. Он говорит, я хотел откупать по 20, я откупаю по 20. Я тоже самое, в принципе, делаю, ребят. Я тоже откупаю по 19. Вот я откупил сейчас на маржиналке, а на споте откупал, в принципе, все это падение. И, ребята, очень важно следовать своему плану и не слушать толпу. Толпа всегда вам будет говорить обратные вещи. В общем, ребят, если вам нужно подтверждение, ждите еще Cycle Bottom, который загорится вот буквально на днях, я думаю, здесь зеленым треугольничком. И подтвердит, что это дно. А то, что нужно переть против толпы и то, что толпа ошибается, но мы это знаем на себе, ребята. Мы же тоже зачастую ошибаемся, как и я ошибался. И не только я, и многие уважаемые аналитики. И Тон Вейс тоже был настроен по быче. Многие были настроены по быче вот здесь до сих пор. Пока мы удерживали траекторию повышающихся лоев и все эти мувинги. Здесь, как вы помните, когда мы его пробили, я вам уже говорил, что все, ребята, поузимся. Принимаем лосей, выходим по стопам, накапливаем маржу и будем перезаходить ниже. Вот и все. Сейчас, собственно, то время, где надо перезаходить ниже. И вот оно уже, это время подходит к концу. И скоро, скорее всего, мы увидим очень-очень сильный разворот. Может быть, это будет долгое двойное дно с вот таким перед накоплением. Может быть, но я говорю о том, что высокая вероятность того, что это дно цикла, потому что, еще раз вам говорю, никто уже в это ни хрена не верит. Все будут ждать цен еще ниже. А что обычно происходит с теми, кто ждут цен еще ниже? Как вот здесь вот ждали и Рафаэль, и все-все-все. Прокатывают их, прокатывают, и мы улетаем на ракете. Как это было с 29 тысяч на 69. И это все была разминка. Вы думаете, почему я вам не сообщил, как в 17-м году, что это вершина цикла? Да потому что не было еще вершины цикла. Не вершина это была цикла, не вот это, не вот это по биткоину. Вот и все. Биткоин только-только разминается перед настоящей, настоящей своей ракетой. А если вы думаете, что нужны розничные инвесторы, чтобы цена биткоина росла, вы заблуждаетесь, дорогие мои. Биткоину не нужно ни в коем случае, чтобы вы его покупали, чтобы он рос. Биткоину нужно, чтобы вы его продали как можно дешевле, чем купили, и не покупали. И он будет расти, потому что маркетмейкеры сами у себя все прекрасненько купят, нарисуют любой курс, который надо, пока бедные люди будут становиться еще беднее в страхе кризиса, инфляции, работать на работе до следующей зарплаты. И вот к этой следующей зарплате нарисуют цену биткоина, возможно, уже шестизначную. И по альтам, кстати, тоже сейчас, думаю, будет по многим взрыв. Вот, в частности, сегодня заезжали в ремонт телефонов на Бали, и увидели вот такую вот наклеечку «Bitcoin Cash Accepted Here». Так что, чуваки, и Bitcoin Cash, и Dash – прекрасные старые рабочие альты, у которых есть свой use case, свой mass adoption. Это проверенные блокчейны, неломаемые, сконтролируемые эмиссии, не какие-то токены, которых можно вбросить миллиарды, как Terra Luna и прочее. И я вам говорил, если вы меня смотрите внимательно, я вам говорил и про Solano, и про Lunu, и про весь этот хайп, который выдал по сотне иксов, что это все надо шортить. А нормальные проекты надо лонговать. Поэтому, если вы тут вдолгу и понимаете, что я вам говорю, то респект. Вот, всем, кто в нашей команде на Bybit, тоже большущий респект. Давайте-ка обновим страничку. Вот, мы немножечко сдали позиции, 29% PNL, 118-е место overall, 9-е место в регионе. Зато я чуть-чуть подогнал вас, 12-е место уже в команде. Короче, ребята, давайте поднажмем. Осталось еще без малого 2 недели до конца состязания. Мы можем все еще нормально показать результат. Вот тут, чтобы в топ-10 попасть, надо всего 200 PNL сделать. Поэтому, что, всем респект, кто с нами торгует этим на Bybit. Вот, у меня план пока еще держать, плавно разгружать и догружать альты, наверное, на просадке. Это заменить по альтам. Из стариков рассматриваю Dash, Bcash. Из новых монет Audio. Audio, BitDAO. Из среднечковых, возможно, Tron, Basic Attention. Да, в принципе, вы сами все видите. Тут можно как бы... И это уже все вкусовщина. Там дальше вы сами смотрите, какие вам нравятся монеты, которые вы понимаете по фундаменталу, по теханализу. Те и торгуйте. Вот. Ну и будьте осторожны, друзья мои. Все ссылки в описании. Как всегда. Candle Wave 4-х часовик отсигналил на покупку. Хороший сигнал. Ну и шорт-сквизов нормальных мы давно не видели, да? Поэтому я думаю, что пришла пора. Пришла пора. И месседж этого видео, как я надеюсь, вы поняли, был в том, что... Ну, дойдем мы сейчас, допустим, до 25 или 30 тысяч. А дальше что вы будете делать? Продавать. Так вот, если вы будете все продавать, то, скорее всего, движение пойдет дальше. Чтобы вы потом поймали FOMO и купили дороже, потом скорректировали, здесь продали, и оно снова пойдет дальше. А вот если вы все тут налипнете в лонг, то будет чуть хуже. Поэтому продавайте. Шортите крипту, она же скам. Делайте, как считаете нужным. Я ни к чему не призываю. Тысячу дисклеймеров. Я просто говорю, что делаю я. Я буду это все дело лонговать против вас. Мне это не впервой. Я уже очень много раз слышал все эти комментарии, читал. Тонны хейта в свой адрес. И на коронадампе, и на предыдущем вот этом сливе, и вот здесь вот, и везде. Поэтому все. Вы взрослые ребята, сами отвечаете за свои действия, за свои депозиты. Я вам просто всем могу пожелать профитролей и тем, кто в лонгах, и тем, кто шортит. Соблюдайте риск менеджмент. Не забывайте хранить большую часть своих средств на холодных кошельках, если вы верите в крипту. А если вы не верите в крипту, то что вы вообще смотрите этот канал? Шортите, держите тезер, держите фиатные бумажки под подушкой. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok